друзья всем привет с вами снова сф у нас гостях диана максимова она работает на позиции lead production менеджер компании snap inc вы наверное все и узнаете по такому продукту как snapchat или особенно те или может быть ваши дети об этом знают или те кто помладше пользовались и сегодня будем говорить на такую тему как человек оркестр частности про те ключевые навыки которые помогут проектным менеджером своей работе в стартапах диана приветствую тебя привет александр ну что да давайте поговорим про стартапы что ли никогда такого не было и вот снова начнем начнем расскажу немного пару слов про себя сначала я сейчас являюсь lead production менеджером в snapchat локализуюсь в лондоне до этого была в стартапе и factory была там кем только не была там и project менеджером и контент продюсером и маркетинговым менеджером в общем так всегда случается в стартапах когда тебе приходится быть всем абсолютно и единовременно так что да расскажу расскажу немножко наверное какие-то ключевые навыки которые необходимы для стартапов или для того чтобы быть классным проектным менеджером в таких компаниях понятное дело что небольшой дисклеймер стартап это бизнес поэтому понятно что к стартерпэку прилагается как минимум какое-то понимание вообще бизнес мира как такового кроме абсолютно очевиднейших вещей но есть наверное те которые могли бы возможно ушли из вашего поля зрения или внимания и на которые я бы вот прямо сейчас хотел бы обратить чуть больше внимания сфокусироваться на них по ним сегодня и пройдемся так ну собственно ключевые термины кто такой вообще проектный менеджер специалист ответственный за все в проекте от начала и до конца под ключ как говорится просто он делает он должен проследить за каждой песчиночкой попадающей в проект заметить ее и проконтролировать и собственно он является еще и что важно звену связующим звеном между разными командами проекта это тоже определенный отдельный фокус тому как быть мостиком между всеми одновременно задачи у проектного менеджера тоже огромный спектр имеют это и от целей планов определение ресурсов а также просто обычного какого-то контроля за выполнением работ и мониторинга процессов конечно же да давайте перейдем к следующему термину и это человек оркестр перочинный нож или любой другой синоним который вы можете подобрать к тому человеку который делает все подряд и сразу это по сути мультиинструменталист и по факту мы здесь максимально пересекаемся с проектным менеджером то есть по факту этот человек который разбирается широком спектре вообще во всем обладает любыми навыками и в нашем случае это максимально совпадает только у человека оркестра есть музыкальный мир у нас есть мир стартапов проектный мир наш любимый давайте посмотрим как они вообще пересекаются и собственно здесь можно заметить как музыкальность точнее человек оркестр клуб включен буквально таки в проектный проектного менеджера и единственное отличие то что у оркестра есть музыкальность а у проектного менеджера есть оркестр то есть команда непосредственно та который нужно использовать и мы сегодня разберемся каким образом и первый навык обучаемость и так это конечно звучать может вообще как хотите банально но обучаемость это от слова всему ваша главная сила чтобы мои слова вообще не показались голословными расскажу историю о том как мы в команде строили целый видео продакшен по урокам ютуба и это не smm digital production там где тебе нужен просто телефончик и такой с телефончиком создаешь какой-то небольшой контент нет это с большой командой операторов фокус пулеров световичков актеров на 15 человек это 50 аутфитов и костюмов инхаусной техникой на бог знает сколько денег и прочими прелестями продакшен жизни и задачка это прилетела команде из двух человек маркетингового менеджера и проект менеджера и у вас есть буквально три месяца на то чтобы сделать промо ролик заставить там начало какого-то инхаусного продакшена под ключ камеру эти люди в руках разумеется не держали а про фокус пулеров не слышали и вот именно в таких условиях тебе нужно создать какую-то магию прямо здесь сейчас и собственно ничего не остается кроме как идти в youtube и просить семиклассника рассказать про основы after effects а и это блин работает это работает на долгую потому что потом ты обрастаешь опытом и что тут важно в моменте когда нам необходимо было масштабироваться и условно делать профессиональный продакшен повторяю все еще внутри стартапа ты и тем не менее уже каждую крошенную деталь процессов можешь совсем как можешь их замечать и может совсем иначе подходить к процессу осуществления этих масштабов и так в принципе происходит со всем с письмами в html или подсчетом p-value и значимости или значимости статистических значений или опять же абсолютно с чем угодно и тут главный фокус на то что у тебя есть готовность к этому обучению готовность обучаться чему угодно а то есть понимать процессы в своей траектории и вне ее и таким самым это твоя траектория она будет куда более эффективнее идти вот и переходим отсюда к мульти задачности хочется наверное начать говорить фразами по английскому о том что в этом мире в этом мире быстро развивающихся технологий очень сложно поспешить за ними но все бизнес процесс процесс процессы в том числе в том числе начинают двигаться просто с какой-то абсолютно новейшей скоростью за который очень сложно успевать в принципе то все уже плюс минус разобрались в том что такое мультизадачность что с ней делать почему она тебе обязательно нужна тут другая проблемка настигает в поколениях тиктока бесконечного скролла фида где угодно причем будь то instagram snapchat или любые другие новостные фиды даже без конца меняющихся баннерах на улицах досугах впечатлениях визуальных интеллектуальных чувственных способность к удержанию внимания снижается раз в десять это значит что и в условиях высокой скорости работы над проектом фокус на проекте и способность заменеджерить каждый из этих распределенных процессов в нем становится дико сложной задачкой поэтому здесь я под пультизадачность подразумеваю скорее даже не совсем способность переключения между этими задачами тогда как наоборот способность держать фокус на том или ином этапе не теряя из поля зрения все остальные все остальное содержимое проекта то есть фокус внимания теперь кажется прямо таки сложно достижимым состоянием на своем личном примере когда я выключила нотификации в слаке фокус поправился процентов на 10 что уже в целом влияет на мою эффективность процентов на 20 не знаю откуда я такой рост конечно применяю но это в общем и целом про качество про эффективность и про качество а качество возможно только если у вас вот это самое переключение между задачами реально сопряжено умением фокусироваться на чем-то одном и в этом как раз помогает и следующий слайд структура структура на структурирование всего есть у меня друг из консалтинга который просто готов молиться на это слово структура от начала и до конца это буквально таки парашют который спасает вашу жизнь в хаосе мультизадачности иногда структура реально пренебрегают причем в угоду времени это условно закатим рукава повыше начнем делать все прямо здесь сейчас без разбора но с пониманием первых шагов допустим но выполнение отдельных задачек сразу не равно экономия времени это тотальная ложь всегда самый большой обман себя который поверьте до сих пор встречается даже среди middle и при при senior management они говоря уже не говоря уже о джуниорах есть такое понятие как документ-heavy culture и в идеале она должна быть не heavy но at least light-weighted как бы хотя бы хотя бы какая-то документация которая тебе может помочь она всегда тебе поможет должна присутствовать даже в таком хаотичном инвайроменте такой хаотичной экосистеме как стартап попросту говоря четкое понимание каждого этапа проекта во всех мельчайших деталях делает преимущество дает преимущество по вашему пути просто в десятки раз опять-таки это все исключительно интуитивная оценка десятки раз и процентные содержания вот но разумеется вы сейчас наверное можете мне сказать что ну кому ежу понятно нужен план и это понятно действительно но я здесь топлю скорее всего за детализацию все цели задачи инициативы путь от точки а в точку б оценка таймлайна тайминга на каждый из этапов и если даже это ваша личная прикидка для вас же самих которая даже возможно и вероятно не завязаны на вашем менеджменте ставлю 90 процентов на то что вы скорее всего будете следовать этому выделенному и определенному в какой-то момент времени таймингу вы будете скорее всего придерживаться его потому что наверняка средняя психика менеджера сработает именно так и это помогает не только перед лидер шипом читаться а или перед вашими сокомандниками это помогает и самому пропушить проект и двигать его вперед в общем google документы это просто библия коран я не знаю вне зависимости от вероисповедания это ваш самый главный путеводитель проекта и лично я работаю еще с огромным количеством визуала и за визуать визуализация этапов спротшиты таблицы помогает ну неоспоримо картинка с кнопкой где-то в левой части экрана мы идем к картинке с кнопкой в правой части экрана это какие-то драфты которые в идеале было бы добавлять в ваше планирование и это очень помогает продвижению и сюда же подлетает roadmap roadmap для команды с описанием каждой задачи и ответственного за нее и собственно отсюда давайте перейдем к следующему слайду потому что ответственность и выделение ответственных за какие-либо задачи означает делегирование и делегирование это очередной навык который на мой взгляд один из самых нетривиальных здесь то есть это реально сложная сложная история умение передавать задачки это только кажется чем-то простым типа сбросить себя проще простого абсолютная ложь особенно если вы чувствуете ответственность за проект скорее всего у вас есть ощущение я точно знаю как надо то есть делегирование это как раз умение приспустить уздечки умение очень сложно сделать приспустить все эти уздечки когда ты находишься в тонусе от проекта но но скорее всего где-то в вашей команде есть тот самый человек обладающий нужными компетенциями нужными вам компетенциями чтобы решить и выполнить вашу задачу и это обязательно поможет проектному менеджеру освободить в том числе свое время свой личный ресурс на более стратегические решения и деятельность в том числе и очевидно тут вопрос скорее встает ребром о том как правильно делегировать и тут мы возвращаемся к предыдущему слайду структура очень-очень настойчиво напоминаю они инвестиция времени в объяснение и обучение при передаче задач должна отыграть свое в долгое в долго срок сто процентов у меня так было с двухсуточным составлением про документа когда проект горел и ты реально берешь на себя ответственность потратить время на подготовку к делегированию ты делаешь это и когда другие процессы стояли и казалось что они уже никогда не догонят в твой таймлайн распланированный они не просто догнали они перегнали благодаря грамотному делегированию где у тебя каждый из этапчиков прописан вот просто до мельчайших тоже подробностей ну кому как конечно но в большей части случаев структура это вообще спасательный круг к вдобавок к делегированию и так soft skills коммуникация моя любимая коммуникация тут очень стереотипно но кейсов пруд пруди как бы я не хотела генерализировать но разница между коммуникацией с креативщиками или инженерной командой она есть всегда и она колоссальная и разница визуалов и документов которые ты презентуешь тому другому тоже отличаются если ты несешь структурированный документ структурированный пич с описанием причин и следствий инженерной команде скорее всего ты выигрываешь если ты несешь тот же самый документ креативщикам а не занесешь им презентацию шутками какими-то картинками и и прочими развлекательными историями и при этом это будет о том же самом ну шансов выиграть сильно меньше становится вот так что лучше лучше четко понимать с кем ты говоришь с разными командами это главный подход надо знать с кем ты говоришь юристы это юрист или это маркетинг ли это инвестора даже если им всем нужно рассказать одно и то же один и тот же поинт о проекте для всех это должно быть очевидно разный стори тэлинг с очевидно разными точками прогрева там как в каждой из этих групп по факту вот это вот способность продажи своей идеи на внешнем и на внутреннем уровне она упирается исключительно в способность грамотно прокоммуницировать какой бы продукт не был донести его суть тоже не так-то просто а уж тем более в нашем случае например мне приходится говорить об одном и том же продукте с с кучей кучей разных команд и это было всегда это было что в стартапе это было что сейчас в большой компании ты приходишь к отдельно к юристам отдельно к сейлзам отдельно к бренд safety командам допустим в стартапе это реже встречается но тем не менее отдельно к инвесторам отдельно просто к сео и кофаундерам и пытаешься задвинуть им какой-то свой поинт и это ну абсолютно твоя задачка донести почему этот проект нужен важен и какой бизнес импакт он вдруг принесет и отсюда собственный в одним из главных софт скиллов по факту становится твоя еще способность как бы в рамках вот этой вот коммуникации суметь сглаживать все углы и эти как раз таки углы они подразумевают собой какое-то наличие наверное кризис кризисных и конфликтных ситуаций и софт скилл коммуникации точно помогает его разрешать и тем самым давай перейдем к антикризисному реагированию как следующему навыку который по факту здесь есть просто три момента о том что антикризисное реагирование где кризис это понятное дело неожиданный какой-то сбой в проекте который может наверняка угрожать не только его развитию но и целому бизнесу и целому стартапу потому что в стартапах каждый проекте даже самый маленький имеет огромную роль тем не менее в антикризисном реагировании есть три момента до которые хочется особенно сильно подсветить это вот и скорость реакции и коммуникация и прозрачность кризиса для стейкхолдеров и если с первыми там и с оптимизацией все понятно из разработкой планы реструктуризации все понятно это такие очень определенные рациональные шаги пол алгоритмичные очень в рамках антикризиса то есть они всем понятны плюс-минус укрепление коммуникации тоже понятно ты в кризис должен со всеми поболтать но вот в добавок коммуникации прозрачность кризиса для стейкхолдеров это мой хайлайт на на этот навык почему потому что прозрачность прозрачность не всегда кажется выходом она сопряжена часто все различными опасениями что кризис может поставить проект в немилость или если есть кризис значит есть целая угроза проекту потому что есть в целом еще ощущение что когда ты как менеджер проекта наблюдаешь какой-то какой-то свершившийся какую-то свершившуюся кризисную ситуацию в принципе то ты думаешь частенько что ты ее тихо и мирно сможешь разрешить главное там не влететь во что-нибудь неудачное неуспешное и опять-таки в немилость лидерши по тому же но это скорее всего очень ошибочное тоже мнение правда можно тихо и мирно разрешить но лучше предупредить об этом всех стейкхолдеров от от инженеров до кофаундеров просто очень грамотно и это к софт скиллам опять-таки каждый из этих навыков связан друг завязан друг на друге просто тотально но тебе нужно сто процентов обрисовать проблему сделать несколько предложений и захайлайтить свои опасения и вот на этапе сделать несколько предложений когда у тебя кризис наверное тоже можно сказать типа ну легко тебе говорить сделать несколько предложений когда все горит это могут быть даже самые простые самые базовые и самые банальные предложения они скорее всего смогут обрасти впоследствии чем-то более вразумительным если вы вдруг решите разрешать этот кризис не в холостую а прозрачно донесете каждому стейкхолдеру проблемку и вот вот про это тоже как по мне многие забывают особенно внутри команды особенно когда работаешь с разными проектными менеджерами можно заметить насколько насколько можно слово облажаться конечно плохое слово но бывает и так насколько можно облажаться иногда если вдруг попытаться в холостую решать решать проблему на проекте вот отсюда переходим к различным способам решения и к тому что точнее может помочь тебе в решение этих проблем очек и первым делом но это конечно же креативное мышление ну и слушайте тоже тут очень просто нельзя не выделить этот навык вот так я это назову иначе просто никак креатив это явно мышца которую ты можешь получить просто с благодетельность каких-нибудь небес дала тебе эту мышцу просто так а можно накачать ее насмотренностью и намеренным словом сломом границ под насмотренностью я подразумеваю вот слежение вообще за любыми трендами и из важного это ты когда следишь за этими трендами ты можешь заимствовать то есть вдохновляться конечно же но заимствования они не обругаются заимствования иногда хороши особенно если это заимствование происходит на ранних этапах появления такой или иной креативной креативной мысли в умах человечества как например с чатом gpt который ты потом вообще везде можешь толкать цвать и прочее и прочее или созданием новых каких-то визуальных эффектов в реал тайме на камере и тоже милости просим отсматривай насматривайся и в конце концов нарабатывай вот этот вот бэкграунд который живет где-то там на затворках в качестве просто насмотренного материала и вот вот так в любой момент может преобразоваться в какое-то неожиданное решение здесь сейчас на твоем личном проекте вот так что да слежение за трендами это обязательный вообще обязательное условие и в том числе намеренный слом границ под ним я подразумеваю периодическая периодическая остановка на проекте какой-то взлет над ним и не знаю буквально на секундочку на минуточку лучше на час и пересмотр того если хоть какой-то другой solution решение проблемы которая выходила бы за рамки того что даже возможно что нет что дозволено что нет и здесь важно важно отметить что когда тебе кажется что абсолютно новое пришедшее вот так вот решение невозможно технически скорее всего если ты придешь к инженерам и поговоришь с ними о возможных разрешениях и они тебе тоже скажут это технически невозможно скорее всего при помощи какого-то брейншторма вы решите как это сделать ну не во всех не во всех кейсах но когда есть такой шанс почему бы им не воспользоваться когда ты держишь просто где-то на заднике в голове что можно спросить почему бы не воспользоваться и у меня например такой кейс был вот буквально два дня назад я просто в очередной раз сидела листала мы там тестируем новый визуальный формат смотрим как это будет работать я точно знаю что его нельзя протестировать на платформе я абсолютно точно это знаю что технически нет такой возможности но я сделала отдельный митинг болтала с одним из инженеров и он мне просто выдал а кстати можем всех обмануть в хорошем смысле и обойти это все очень простым путем прогнав там через другой пайплайн и казалось бы нужно было просто вот намеренно попытаться сломать границу работает это не всегда но просто как минимум держать в голове тот факт что тебе приходится что тебе нужно иногда остановиться и подумать как ты сломаешь границу любую очевиднейший барьер на который тебе просто скажут не делай этого это всем понятно что невозможно нужно попробовать вот абсолютно точно нужно и этот причем этот креатив он может быть везде от математической задачки то реального дизайна и иногда даже вот это опять-таки про обхождение правил оставшись в рамках понятное дело что мы не говорим тут ни про что незаконное но но у креативных решений частенько еще есть такое свойство как они часто являются рискованными и потому потому переходим наверное к следующему навыку смелость на риске тут фокус реально не только на смелость смелость это в креативном мышлении в том числе но тут фокус скорее на ответственность смелость на риске и ответственность за эти риски а стартап это вообще всегда риск с самого начала эта концепция всего подобного подобного бизнеса каждое решение решение внутри стартапа это еще один риск твоему и так большущему риску даже в рамках я не знаю одного вашего самого мельчайшего проекта внутри это это все это такая игра в рулетку иногда с пониманием правил а иногда не совсем ну что у меня на этом слайде фокус максимально на ответственность и при принятии которого какого-то решения вообще ты от которого тем более много зависит хорошо бы вообще всегда представить альтернативную реальность что будет если вдруг абсолютно все пойдет не так абсолютно все это очень классный тренажер я бы сказала и в целом занятия тренажерная тренажер вот это правильное слово когда ты вдруг расписываешь себе в своем проекте ситуацию просто там не визуализируешь или визуализируешь как тебе удобно просто смотришь на то что ты будешь делать если вдруг абсолютно все пойдет не так и это реально способность твоей оценки своих же действий и своей готов готовности действовать в таких условиях это вообще супер крутой навык иногда даже при делегирование к вам могут прийти и сказать а что он если к нам например придет вот такая вот команда с жалобой это я видимо рассказываю свою кухню свою реальность вдруг если вдруг к нам придет кто-нибудь жалобой и на это ты говоришь но отправляй ко мне с полным пониманием своих действий и своей ответственности и вот способность принятия вот этого решения с пониманием ответственности того как ты будешь что делать и это знаете такая под структура в твоей структуре получается если вдруг что-то не так пойдет это очень дорогого стоит твоя вот эта готовность при этом она очень классно помогает как мне кажется продвижению внутри какой-то иерархии и внутри компании маленькой внутри компании большой стопроцентно любой лидершип обращает внимание на то как ты берешь ответственность за какие-либо риски вот и в нашем случае когда ты уже когда когда ты в стартапе тебе приходится принимать самостоятельно реально много решений на каком бы там условно этапе ты не находился потому что ну да потому что я уже в принципе все сказала стартап это всегда риск и ты должен быть ответственен за этот риск тотально вот но у нас в текущей команде где тебе приходится работать с кросс-фанкшенали с огромным количеством кросс-функциональных команд тебе постоянно приходится говорить говорить своим сокомандникам если ты ведешь проект что ты сможешь если что разрешить любой конфликт взяв ответственность за то я за что то что пойдет не так вот поэтому поэтому переходим к следующему слайду к гибкости и адаптивности потому что они максимально связаны друг с другом в том числе и гибкость и адаптивность но это конечно же про принятие и адаптацию под новые условия и да под новые условия самой самой динамично развивающейся индустрии в технологиях но это абсолютный must have для любого стартапера для любого стартап мышления вообще в принципе для любого человека но в нашем случае раз уж мы говорим про стартапы тут важно абсолютно все это и про обучаемость которая была упомянута и про коммуникацию и про мультизадачность это вообще про все про это просто вишенка на торте идеального менеджера за должен быть способен быть подстроиться под грозу и гром и молнию так же идеально как под легкий бриз бизнес бриз в котором в котором вообще-то есть некоторая опасность утонуть в чиле каком-то и потерять динамику некоторую я просто реально хочу направить тут фокус внимания на то что пайплайн и структура это хорошо и это прекрасно но умение отходить от них в угоду более выгодного бизнес импакта это примерно так же хорошо способность вот этого отпускания легче действительно чем легче ты остаешься расстреляешься с проектом тем проще построить новый это это один из залогов успеха просто потому что когда у тебя есть легкость понимания того что с ресурсами которые были потрачены можно расстаться в угоду нового этапа но это как как выяснилось по опыту это тоже не каждому дано вот и предлагаю эту данность сейчас брать и принимать и стараться более быть более адаптивным вообще к любым условиям но опять-таки важно что вот эта вся неопределенность в структуре не в структуре ссоре структура уже просто в моей голове вот эта неопределенность в экосистеме бизнесовой только-только какого-то рождающегося вот-вот на первых этапах бизнеса она она есть всегда и везде и она абсолютно не ее невозможно избегать поэтому быть гибким это единственное правильное решение подстраиваться это единственно правильное решение в данном случае подстраиваться скорее под экосистему можно можно идти напропалую против многих вещей но под экосистему лучше подстроиться в бизнесе так ну и поехали дальше наверное это мой самый вообще любимый навык готовность к провалам реально мой самый любимый навык просто потому что оказывается во-первых после нет нет смерти после неудавшегося проекта а это как выяснилось тоже не каждому понятно всем понятен point про веру в проект но здесь скорее мой point на способности не страдать от неудач и и это просто напрямую связано с умением не терять мотивацию особенно в быстро текущих бизнесах быстро текущих индустриях это вот это значительно вообще помогает двигаться вперед и не запаздывать за остальными в индустрии и со своей стороны ну в я в свое время буквально регулярно интервьюировала ребят на различные позиции в и в стартапе и в компании и один из вопросов которые ты задаешь расскажи про зафейленный проект и как вообще как ты себя чувствовал как ты к нему относился как вообще там дела шли и если человек отвечал что он сильно демотивировался это было таким не самым классным звоночком в сторону кандидата потому что даже внутри команды когда у нас были некоторые соревнующиеся команды было наблюдение что команда которая эффектно эффективно тратила много ресурсов на что-то то есть у тебя есть какой-то текущий проект обе команды тратят в равной в равной мере много ресурсов и временных и человеческих и денежных любых и вот в какой-то момент проект а закрывается передается отбирается одной из команд тоже может быть в зависимости от политик внутренних получает метрики какие-то очень странные которые точно подтверждают что дальше этот проект никогда не пойдет в общем просто в целом тратят много сил и это прям как в а-б-тесте знаете наблюдалось что одна команда которая очень сильно демотивировалась таким закрытием сильно не поспевала впоследствии на дистанции тогда как другая команда которая супер легко отпускала и просто говорила типа окей погнали дальше на следующих проектах выигрывала в показателях эффективности то есть это это реально знать значимый навык значимый навык просто принять тот факт что они все заканчивается успехом они успех учат еще круче вот наверное да наверное да так я и закончу да диана спасибо большое за такой сказать правильно слово подобрать эксцентричное такое выступление ну хорошем смысле этого слова я даже нигде вставлял какие-то свои комментарии прямо все на одном таком дыхании шло я уверен что тем кто нас слушал смотрел это было максимально полезно особенно особенно для тех кто с этим сталкивается там регулярно далее собирается работать project-менеджером это такие хорошие сказать в кавычках военные рассказа да то есть из того как это самом деле все происходит поэтому наверное какие-то может быть мотивационные слова в конце скажешь что самое главное нужно запомнить из твоей пламенной речи слушать и я наверное как раз таки самое главное наконец и оставила это скорее один из моих главных поинтов был во всем во всем этом рассказе но в первую очередь это разумеется наверное началась закончила главными поинтами вообще обучаемость всему и вся это просто ключевая история в для твоей профессиональной деятельности как мне кажется и готовность фейлиться с улыбкой на лице при этом не не принимая фейл как как правило стремясь продолжая стремиться стремиться к успеху но абсолютно точно не демотивироваться вот это вот мне кажется очень важное качество вообще в принципе в любом проекте в любой компании вот пытаться как-то оставлять за собой мотивацию хотя я понимаю что это не очень не очень простая история многие наверное сейчас скажут ну легко тебе говорить да нет на самом деле не так-то и легко мне говорить тоже приходится работать над собой чтобы быть не демотивироваться где-то но все равно верю что классная работа над собой поможет может этот навык обрести и да просто желаю всем крутых горящих проектов потому что иногда когда они горят даже прикольнее становятся вот но так в рамках здорового адреналинчика без без лишних нервов и стресса вот да наверное вот так спасибо тебе за твое время и за такую тщательно подготовленную тщательно подготовленный материал успехов побольше действительно таких горящих проектов но главное мне кажется там не подсаживаться а то а то потом зависимость бывает случается и такое потом выравниваться приходится а ладно тогда спасибо благодарю вообще очень-очень за приглашение очень рада поделиться надеюсь действительно надеюсь что хоть кому-то это было полезно вот делитесь своими классными проектами своей энергией и да все до встречи тогда спасибо большое всем хорошего времени суток не болейте всем пока